По документам земля по ДЖС, по факту отели и гостиницы. Такие ситуации для Анапы не редкость. Муниципальный контроль выявляет десятки подобных нарушений. В суд подаются иски с требованиями принудительного изменения вида разрешенного пользования и запрета коммерческой деятельности. Одновременно материалы проверок направляются в Анапский отдел управления Росреестра по Краснодарскому краю для назначения административного штрафа. С марта этого года размеры штрафов выросли в сотни раз. Штраф за использование земельного участка в соответствии с установленным видом разрешенного использования предложено рассчитывать в процентном соотношении от кадастровой стоимости земельного участка. Но если кадастровая стоимость земельного участка не рассчитана, то будет установлена фиксированная величина штрафа, которая в 10, 20, то и в 30 раз превышает тот административный штраф, который установлен в настоящее время. Формула расчета несложная. Для физических лиц сумма штрафа 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Для должностных лиц от 1 до 1,5%, но не менее 20 тысяч. Для юридических лиц от 1,5 до 2%, но не менее 100 тысяч рублей. Простой пример. Если кадастровая стоимость участка 28 миллионов, то штраф от 280 до 420 тысяч рублей. Существенно. По мнению правительства, увеличение административных штрафов будет стимулом для приведения проустанавливающих документов в соответствии с фактическим использованием земельного участка. Перевести земельный участок к фактическому виду целевого использования необходимо в кратчайшие сроки. Повторное правонарушение еще сильнее ударит по кошельку несознательных граждан. Более того, нарушителей обяжут выплатить налоги за три года. Ничего хорошего не сулят и судебные разбирательства. Коммерческую деятельность приостановят, а привести нецелевку в соответствие обяжут принудительно.